Всем привет! Здесь такая тема К чему приведет новое знакомство? Я сделаю расклад который называется Друг тоскующих Расклад на судьбу К чему приведет новое знакомство? Это может быть знакомство для любви или для какой-то другой сферы жизни например, деловая сфера дружественная, семейная К чему приведет новое знакомство? Расклад актуален тогда, когда его нашли спрашивайте свои вопросы если будут конкретные ваши вопросы будут конкретные ответы у моих карт но тоже можно смотреть для отдыха без вопросов чтобы просто узнать будущее и так четыре пентакли это основная карта она говорит что это приведет к стабильности денежные то очень хорошая карта основание расклада это ваши страхи заводить новое знакомство это девятка жезла в принципе карта очень хорошая но девятка жезла в данном случае показывает что вы как бы каждый новый человек вашей жизни он вносит какую-то тревогу вы не доверяете людям потому что вас уже не раз обманывали в общем эта карта защиты самозащиты что заберет это новое знакомство шестерка жезлов карта очень хорошая кстати но в позиции что заберет да поэтому она заберет какие-то ложные убеждения вот в этом победа или в том победа это чего хорош и этот плохой перевернет ваше мироощущение и понимание кто чего стоит потому что это человек на первый взгляд который новый знакомый может вам даже не понравится что ли и в этом случае он разобьет ваше представление о том что хорошо что плохо кто друг то враг или наоборот это человек может войти вашу жизнь в начале как с большими надеждами а потом окажется что вот он не тот который за себя выдавал то есть здесь стереотипы убеждения касательно других людей эти стереотипы это человек разрушит у вас это то что может быть зависит от вас вот если вы хотите эта позиция магическая можете взять себе а не хотите можете отвергнуть значение этой карты но карта мир очень хорошая эта карта новый цикл это человек подымет какие-то новые впечатления уберет какие-то страхи о том что вот все люди плохие например и нельзя никому доверять вот эти страхи вырождены с этими страхами это означает что вот эта карта кармическое это положение кармическое вырождены с этим ощущением что мир враждебен и лучше от него закрыться спрятаться потому что от мира ничего хорошего не нужно ждать но с таким убеждением очень трудно взаимодействовать с миром если мы взаимодействуем с миром она на правах вернее на условиях таких что я не доверяю никому но мир перестает нам доверять то есть здесь там знаете как вот что резонирует это взять и дать и если мы смотрим со страхом страх как бы нам и возвращается вот эта карта девятка жезлов это то что нужно вам в себе исцелить потому что это было наследовали кармически от ваших предков а вот и поэтому этот новый человек в позиции вот эта позиция что может быть если вы позволите этому быть она говорит что ваш мир он будет новый вот это ветер перемен вот это то что сейчас перед вами может это за знакомство или новый человек он изменит ваши вообще отношения ко всему откроет какие-то новые горизонты я бы сказала даже не хочу это друг от тоской чих он идет по кругу я хочу так выложить чтобы она на все позиции хватило место у меня на экране и так а теперь будем смотреть что будет как это человек к чему приведет новое знакомство поменяет вообще вашу жизнь или если это суждено тому быть семерка пентаклей вы знаете это человек принесет это новые ресурсы новые новые ценности новые values новые надежды и мечты научит вас может какому-то терпению что вот не все сразу потому что здесь вы сразу делаете вывод о к и хороший плохой черное белое вот здесь у вас это все перестроиться вы поймете что там терпение труд все перед труд вот это семерка пентаклей одно дело знать это а другое дело испытать на себе вот значение этой карты до что терпение одно дело знать что до нужно терпение что получилось вот виноград созрел тогда вино будет сладко эта книга вашей жизни настали очень красивая карта кстати показано что со временем вы найдете смысл в этом знакомстве поймете что-то человек вам необходим был для чего-то но это придется временем понимание не сразу теперь мы возьмем еще это вы а это другие люди то есть вот это другой человек то он по мнению высших сил это страхи и надежды это итог расклада и так вы в этом раскладе вот это вы как паж меча как человек который защищается потому что боитесь что любой еще раз повторяюсь вы боитесь что любой человек который входит в вашу жизнь он для вас опасен ну что не раз такое уже было или в вашей жизни или в предыдущих жизнях атмосфера всего расклада четверка пентакли вам нечего опасаться здесь вы закрыли все наглухо до двери окна так окно немного открыто там вот этот код смотрит в окно что дайте возможность ветру перемен случится дайте возможность вот это вот этому окно впустить новые веяния новые идеи новую информацию об этом человеке о себе кстати мы же всю жизнь себя изучаем и другие люди в нашей жизни есть только для того чтобы мы о себе больше узнали наша реакция на других людей это это реакция на то что мы любим в себе или отвергаем вот и таким образом мы научимся взаимодействовать со собой но и с другими заодно а вот вы закрыли все наглухо так и сидите на своих ценностях вот вы знаете вот это правда это черно это белое это человек придет который он пошатнет это все он разрушит эти все понятия и внесет вас вот видите книги разбросанные метлаты защита от негатива это ресурс ваш книги это информация знания информация может быть о вашем прошлом о будущем родовая информация от предков очень вселенная говорит что в вам еще долгое время идти чтобы себя познавать у вас еще долгая дорога в жизни когда вы будете себя познавать и пажа это новая энергия это энергия поиска это знаете я не знаю что есть я буду это изучать без клише без предрассудка в который у вас есть предрассудки вот этот хороший этот плохой да а это другие люди это человек который входит что он принесет вашу жизнь карта выше старшего аркана высшая карта эта карта the hermit или же отшельник ну 9 номер это конечно полнота чего-то и у нас уже есть девятка девятка жезлов полнота энергии вам при рождении дано много чего но сейчас вы конечно привлекаете этого человека себе в жизнь это может быть для любви привлекаете вы его может вы молились и спрашивали у вселенная когда будет любовь и сова говорит что высшая сила такая тотомные совы мудрости вселенной говорит все в свое время потому что семерка пентакли все в свое время свое время придет любовь свое время придет счастье в свое время придет откровение даже если этот человек на первый взгляд такой вам показался что от него нужно защищаться здесь старший аркан отшельник и старший аркан мир он перевернет ваш мир и отшельник это внесет вот этот огонь страсти может быть или огонь познания огонь любви вообще огонь энергии огонь это желание там взаимодействовать с ними или еще с кем-то в общем чтобы дела решать это для любви огонь для комфортной любви бы сказал отшельник это комфортно вот когда вы в лесу вот своем этот подсознание с этим человеком можете даже молчать и будет комфортно не нужно постоянно разговаривать даже он как ваша копия он как отражение вас отражение себя вот этот человек который войдет и вселенная хотела этого взаимодействия поэтому вам этого человека и послала теперь посмотрим страхи и надежды двойка пентаклей говорит что вы боитесь что он будет вам дорого стоить энергетически или финансово или он боится что вы дорогая женщина будете ему стоить дороже финансово и энергетически но здесь нечего пугаться потому что карта то хорошая вместо того чтобы думать о что я выберу два источника дохода до вместо ой как мне это выбрать в то или другое купить с тем или другим взаимодействовать на эту работу из или на другую там туда и туда пригласили куда идти ну то это можно пойти почему нет мы привыкли сделать выбор а между двух огней всегда ним не выбирает меньше выбирает раньше одну дорогу пойдут по ней развлекутся пока пойдут там другую тоже выберут вселенная всегда говорит выбирайте оба почему нет знаете вот и позиция страхи и надежды вот между страхами надеждами вот это посередине средний путь что касается страхом ничего не нужно бояться что касается надежды сильно надеяться надеяться надейся на бога сам не плашаются средний путь прочитывается здесь так что понимаете человек не может нам дать все вот этот человек который войдет там до сва многое но не даст основного он не заменит вас саму себе ты равно собой жить придется до поэтому это человек у вас вернет к себе чтобы вам комфортно была с собой вообще если нам комфортно собой другим людям с нами комфортно потому что мы не устрашаем никого тогда мы себя не устрашаем эта карта итога эту карту итога я буду сравнивать с тем что может помешать потому что я здесь вижу атмосфера у вас такого что это человек даст вам надежное положение security надежная вам с ним будет хорошо и научит вас опять же какой то это это знаете это не то что это терпение вот когда виноград он созревает это же красота какая вокруг какой климатом где виноград на металле и мексика да пока он созревает вы кайфуете пока эти отношения созревают и нужно сразу делать выводы пока вы учитесь понимать друг друга узнавать все друга друге вы кайфуете у праздник жизни пока виноград созревает и такая мудрость это карты у вас идет праздник жизни и деньги сохраняются ой смотрите какая красота эта карта итога карта итога эта карта звезда шикарно я в восторге потому что карта звезда на говорит что у вас будет буквально звездопад исполнение желаний до человека для вас очень полезным будет у вас не может быть очень счастливая жизнь звездная жизнь да вы просто звезда здесь красота какая с этим человеком можете жить долго счастливый если это для любви вы смотрите или же это человек может вам помочь стать звездой а это то что может помешать иногда то что может помешать показывает нам конкретно на чем нужно работать чтобы так все было великолепно пятерка жезлов ну вот этот внутренний спор да здесь вот такие пять ведунья ведьмочек то есть это ваше подсознание от вашей субличности они у всех есть кстати это нормально уже учеными доказано иметь таких по субличности и эти субличности спорят с друг с другом когда идет спор внутренний когда недоверие себе 5 это вообще хороший номер это знаете конструктивный спор это лучше чем критика чем запугивание даже если кто-то хочет вас запугать да вот может вы испугались чего-то при рождении или ваши родители проходили трудную жизнь когда вы родились а вот или какие-то были перипетии в стране где вы да не было надежного положения но но здесь вы с детства усвоили какую-то борьбу что жизнь это не знаете не наслаждение открыта борьба постоянно вот поэтому конструктивный такой разговор собой он поможет данном случае уйти от этой борьбы а еще карта вот эти жезли пятерка жезлов говорит что с этим человеком вас будут интересны разговоры может быть у вас будет даже общее дело вы будете какое-то делать которое вас приблизит к какой-то новой реальности но в реальности где будет может новый дом новая квартира новый достаток где будет новая какая-то жизнь звездная где так как вы хотите знаете это говорится о том что искусство жить красиво это же особо искусство здесь а денег конечно зависит кое-что но не все это умение научиться жить собой вот в празднике постоянным и деньги у вас для этого будут если это пара то в паре если человек для дел то будут деньги где сделать больше не в деньгах а вот победить эту карму эту карму постоянного недоверия к будущему эту карму пессимизма вам не мешает эту карму конечно победить потому что вы привыкли сразу все судить вот это будет так и так не даете вселенной вас удивить удивить чем-то приятным потому что ветер перемен это удивить приятным чем-то вселенная всегда готова вас приятно удивить дайте ей шанс это сделать и тогда вот мечты начну сбываться вообще-то в итоге карта звезда говорит о том что расклад очень удачный счастливый расклад не зря он заговорен здесь лилии у меня видите лилии лилии вот-вот начинаются только это уже расцвела свежие цветы вот говорят о том что расклады все заговорены на на то чтобы эти отношения были вам на пользу или вот этот новый человек который вы еще смотрите здесь можно разных людей в разное время смотреть что-то другое услышите обязательно то есть дайте этому шанс взвешиваете смотрите вот что созрело анализируйте не все сразу анализируйте до преждевременные вот это преждевременные выводы а это дайте то что созрело рассматривайте то что не созрело один шаг один день один шаг ну и конечно можно смотреть что тупик можно смотреть что выбор но я здесь вижу даже не выбор а новый цикл в жизни у вас начнется цикл где вы наконец войдете в свою силу потому что карта звезда говорит что негатив то ушел звезда это нет негатива потому что все другие люди это кстати позиция говорила других людей если здесь выходит плохая карта а то конечно кармическая связь сложно пройти но вышла карта отшельник очень хорошая карта то есть другой вот этот человек новый который входит вашу жизнь и он не будет вам мешать жить до отшельник это который человек не мешает он деликатный и вместе со звездой понимаете вы звезда а другие люди отшельники вот это идеально когда в жизни мы остаемся у себя для себя любимой звездой и когда другие люди они не навязчивые они позволяют нам быть собой кстати вот это новое определение любви когда мы помогаем друг другу реализоваться вот это настоящая любовь да это мало кто такой такую любовь имеет но вот вы такую любовь будете иметь судя по этому прекрасному раскладу мои дорогие и до конкретные ваши вопросы и конкретные ответы так что здесь вот так я надеюсь что вы не имели время поразмышлять посмотрели будущее и прекрасно отдохнули на моем раскладе кто не знает меня зовут лена живую в канаде ванкувере и с удовольствием для вас работаю для всех кто зашел мы выходцы из бывших советских республик все понимаем этот язык а это нас связывает это замечательно что мы можем с вами общаться еще можно оставить донат у меня на сайте переход на сайт есть о канале или под каждым видео колена тарот дот ком этот мини донат раз в месяц может быть мне на чашечку кофе позволит мне работать дальше для вас поскольку я конечно же использую много много энергии делая расклады для вас но если нет возможности ничего страшного вы хозяин барин вы распоряжаете своими ресурсами так как вам удобно я имею к вам стопроцентное уважение можно поставить лайк это ничего не стоит поделиться мы моим видео с друзьями это очень полезно и хорошо и хорошо для вашей кармы ну а подписка я уже об этом не говорю потому что подписка это очень полезно для вас и так мои дорогие до новых встреч пока пока